Приветствую вас всех, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Слава Иисусу Христу! Благословенный народ Божий, давайте прославим нашего Бога, Он достойный. Слава Ему! Пусть Бог благословит нас на это утро. Я уже давно у вас был, не знаю, сколько лет. Может, кто-то помнит, еще молились там за крещение Духом, несколько человек Бог крестил Духом Святым. Но уже давненько было, и даже пастор уже слабо помнит, что я был. Я сам с Рочестера, там служим Богу с женой и с семьей, дети мои, там и внуки. С Украины проповедник Евангелии, радиопроповедник, 7 лет на радио трудился на Украине. Три радиопередачи, одна на Россию, две по Украине, одна по областному радио, Хмельницкая область. Также семейная библейная година, это Захидная Украина. И также трудился по евангельских точках. Так, для знакомства, братья и сестры, меня зовут Виктор. Фамилия моя Протянюк, может где-то и на Ютубе увидите, вот там некоторые проповеди выставили. Пусть Бог нас благословит в это утро. Давайте мы сегодня с вами поговорим о крови. Какое значение имеет кровь? Почему именно кровь? Потому что мы хорошо знаем, что кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха. Слава Богу! Но почему именно кровь? И давайте будем также вспомним и об освящении. И вспомним это событие, когда Иисус стал в этой горнице там, на границе двух заветов, братья и сестры. На границе Старого Завета и Нового Завета. На границе, которая разделяла грешных людей и Бога, стал Иисус наш. Слава Ему! И встал ни с чем не будет. Он встал на этой границе со своей кровью, чистой, причистой кровью святой. Слава Ему! И поэтому мы имеем спасение. Давайте мы будем читать Слово Божье. Я с братом Иваном не договорился и взял украинскую Библию, а русская моя осталась в машине. Давайте будем, но вы будете следить, кто на русской Библии следите так же. Значит, девятая глава послания еврею. Очень важная глава и десятая глава, но очень важная. Там говорится, братья и сестры, именно о крови Иисуса Христа и о том, что Он сделал. Значит, проследим девятая глава. Девятая глава будет, давайте, восьмой стих. Ни же, святий Дух виявляє оцим, що не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертвы. Что того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить. Что тільки у потравах та напоях та в різних обмиваннях, у ставах тілесних установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинію, нерукотворною, цепто не цього втворення. І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіли з яливок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, «Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс святим духом, очистить наше сумління від мерфих учинків, щоб служити нам Богові живому». Тому Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповідь, там має відбутися смерть заповітника. Амінь. Скажемо «Слава Богу!». Таке слово йде до нас з пислання єврею, браті і сестри, що Христос прийшов до нас не з кров'ю козлів і телят, яка проливалася в Старому заповіті. Тисячі животних вбивалося і покривався гріх, але не змивався, браті і сестри, тому кров Христа має більше значення. І чому именно кров? Ми добре знаємо з Библиї, що в крові живе душа. Душа живе в крові. Скажемо «Амінь». І тому крові має більше значення, тому що там живе душа. І именно Господь делает ударення на крові, що должна бути пролита крові. І якщо проследити Библию, то вона красною ніточкою проходит от одній корочки до другої, браті і сестри. І именно ніточка крові. Первое воспоминання о крові – це коли вбив Каїн Авеля. Ми знаємо це відбування. Брат вбив брата. Брат восстал проти брата. І ми бачимо, що була пролита кров'ю вже чолов'яка. Але кров'я була пролита именно Авелем, братья і сістрі, коли він принес в жертву вот цього ягненка, в яких він пас. І ця жертва була принята Богом. Слава Богу! Принес Авель жертву, і була пролита кров'ю. І ця жертва була Богу приятна. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каїна, который принес плодов, которые он выращивал, была не принята Богом. Ми видим, что Бог заключил заветы с человеком. Была пролита кров'ю. Вспомним завет Авраама с Богом. Когда он принес этих животных, там пролилась кров'ю, і как сошел огонь із неба, і Бог заключил завет с людьми через Авраама. Потом мы видим, как Моисей так же это сделал. Тоже была покроплена кровь. І он сказав, це завет Бога, опять с вами, люди. Ми видим, що Бог заключал заветы. І ці заветы, вони всегда помнились, братья і сістрі. Вони всегда вспоминались, особенно, коли на евреїв наступали враги. І вони вспоминали перед Богом, Господи, вспомни Твой завет с нами. І Господь помнил, слава Ему. Потому, что была там пролита кровь. Была кровь завета. Це старий завет, братья і сістрі. Це старий завет. І в нём проливалась кровь. Давайте ми перенесемся в Новий завет. В старому завете жертва дуже тщательно испытывалась. Ё обследовали священники, щоб не було никакого порока. Вон ту неделю, там перед, эти четыре дня, перед тем, когда приносилась жертву, вот этот козлёнок там, или ягнёнок, он тщательно обследовался. Он держался в доме, там её наблюдали. Или он не хромает, или он не слепой. За ним наблюдали. Так же самое и было с Иисусом, братья і сістрі. За ним наблюдали вот эти старейшины народа, ізраїльські руководители. Они за ним тщательно наблюдали и не могли не найти никакой причины. В нём не було причины. Слава Ісусу! Он был чистый агнец Божий, приготовленный для заклання, для того, щоб пролилась святая чистая кровь для прощения грехов. Слава Ісусу! И вот именно Иисус зашёл в эту горницу, уже приготовленный, за ним уже наблюдали, ничего не нашли. И он стал на границе вот этих заветов, братья і сёстрі. И он приготовился заключить новый завет с человеком. Завет через свою кровь. Слава Іму! Он приготовился. И мы видим, как проходило так, с историей мы видим, как проходила Пасха в евреев. Вот вы представьте себе, как это всё было. Собирала вся семья. Посылался маленький мальчик, самый младший мальчик. Было приготовлено вот это опресноке. Они лежали в трёх, в трёх такая сумочка, и там в трёх карманах лежали опресноки. Почему три кармана? Один карман был, это Авраам, Исаак и Яков. Средний карман это был Яков, Исаака карман. Там лежала опреснок. Садилась вся семья. Были приготовлены чаши. Одна чаша была, чаша благословения, которая приготовлялась для Мессии. Её никто не мог трогать. Вся семья сидела. Стояла чаша благословения именно для Мессии. Вторая чаша была для Ильи. Это всё так было у евреев, братья и сёстры. Маленький мальчик бежал к дверям, открывал дверь, чтобы пришёл Илья. Потому что написано, что перед Мессией придёт Илья и приготовит всё. Маленький мальчик бежал, открывал дверь. Илья не приходил. Этот мальчик возвращался, садился на своё место. Потом хозяин дома, священник дома, он брал эти опресноки. И именно с среднего кармана, который обозначал именно Исаака, который должен был принести Аврааму жертву, брался этот опреснок. Хозяин дома разламывал и раздавал всей семье. И они ели этот опреснок. Но, братья и сёстры, это всё проходило так у евреев. И мы можем себе представить, как это было, когда Иисус стал в этой горнице. Он так же всё сделал, братья и сёстры. Он взял, была налита чаша благословения, которая предназначена для Мессии. Была налита чаша для Ильи. Оно всё было так же. А потому что они готовили всё так же, как евреи это делали. И был этот опреснок. С трёх отделов лежала эта сумочка. И Иисус взял эту сумочку и вытащил именно с среднего кармана тоже этот, что означало Исаак. И он разломил и сказал, «Это тело моё за вас ломимое». Слава Иисусу! Мы можем это только представить. Потом он мгновенно взял чашу благословения, которую никто не должен был брать. Только Мессия. И он сказал, «Это чаша Нового Завета, которую я с вами заключаю. Слава нашему Господу!» Это всё там мгновенно произошло, что апостолы даже, наверное, не успели послать Иоанна, чтобы он открыл дверь, чтобы Илья пришёл. Братья и сёстры, они стояли, они поняли, кто перед ними, братья и сёстры. Кто пришёл? Кто взял чашу благословения? Это пришёл Мессия Иисус Христос. Слава Ему! Пусть Господь нас благословит. В это утрешнее время мы с вами сегодня говорим о крови Иисуса. Мы говорим о важности крови. Потому что если мы будем невнимательны к этой крови, друзья, если мы будем брать это тело и кровь как бы по обычаю, чтобы мы не были виновны именно против крови Иисуса Христа. Братья и сёстры, это очень важно. Слово «Пасха» по-еврейски означало проходить мимо, перепрыгнуть, переступить. Слово «Пасха». А слово «берит» по-еврейски – это надрезание до крови. Слово «завет» – «берит» – надрезание до крови по-еврейски означает. И мы видим, что были заветы, заключались даже в евреи. Мы видим завет Йонатана с Давидом. Это был кровный завет. В Библии не описано, но я верю, что там они заключали кровный завет. Именно проливалась кровь. И они были верны даже после смерти. Мы видим, после смерти Йонатана, Давид позаботился даже о его хромом сыне, который остался. И он ел за его столом. Братья и сёстры. И сегодня Господь нас также называет братьями. Бог нас называет братьями, слава Ему. И Он не стыдится нас называть братьями. Почему? Потому что пролилась кровь Его, и мы вступили в завет с Ним, братья и сёстры. И смотрите, что написано в евреях. Вторая глава. Вторая глава с 11 стиха. Бо хто освячує, и те, кто освячуется, вси від одного. С цієї причины не соромиться Він звати братами їх, кажучи, сповещу про ім'я Твоє братям своїм. Буду хвалити Тебе перед церквами, серед церкви. И еще на Нього я буду надеятися. И еще отоя та діти, яких Бог дав мені. А что діти стали спильниками тіла та крови, то и Він став учасником їхнім, чтобы смертью знищити того, хто має владу смерті, цепто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався неволі. 18 вірш. Бо в чому був сам постраждав, випробований, у тому Він може і випробованим помогти. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Он нас назвал братьями, братья і сістры. Слава Ісусу. І Он не стыдиться нас, тому що ми маємо причастие к крові Його. Ми маємо участие в крові. І це служення неслучайне. І Он сказав, «Делайте це для вспомінання об цьому, щоб ми не забыли, щоб ми не забыли, що пролита кровь Ісуса Христа. І она маєть сьогодні большу силу. І она сьогодні співає тисячі мільйонів гріхів. Слава Ісусу! Время благодати ще не закончилось. Время благодати продолжається для Тебя і для мене, дорогой друг, для наших дітей, для наших внуків. Слава Ісусу! Кровь Ісуса імеє більшу силу. Слава Іму! Ми должны ценить цей кров'ю, дорогая молодіжь! Должны ценить, діти дорогі! Ми должны це помнить, тому що євреї, вони учили своїх дітей, що таке Пасха, що таке пролитие крові цих животних. Діти знали, вони помнили, вони учились. Саме головне, що перед Пасхою вся сем'я брала світильники, і вони искали ці крохи цього квасного хлеба, де-то що-то, щоб не осталось. Тому що написано, що хто принимав квасене іменно в пасхальні дні, він був істреблен із стана народу. Він був унічтожен, братья і сістрі. І тому нам сьогодні, це більшій урок, щоб перед кожним з вами Воспомінанням Ісуса Христа ми пересмотріли всю свою життя. Тому що квасене, воно означало вот це рабство в Єгипте і означало грех. На сьогодні це також значить. Тому ми готовіться к причастию. Ми готовіться, ми призываем крові Ісуса Христа. Що на сьогодні освіщає чоловіка? Що може сьогодні освіти чоловіка? По Пісанню освіщає чоловіка Слово Божье, Слава Ісусу. Написано в Евангелі от Йоанна 17,17 Освіти их, Господи, Словом Своим, ібо Слово Твоє є істинна. Аллилуйя! І Слово Божье, ми сьогодні слышимо, Оно нас освіщає. Оно нам показує, в чому ми не прави. Оно нас обличає. Слава Ісусу! Що ще освіщає чоловіка? Дух Святой освіщає. Слава Іму! Ці всі дні, що ми готовились к причастию, над нами работав Дух Святой. Слава Богу! Дух Святой нам подсказыває, де ми не прави, де ми ошиблись, що ми не так зробили. І Вон нам показує, що нам надо освітитися, тому, що ми будемо мати участие в телі і крові Господні. Дух Святой Ось освіщає. Слава Іму! Ось не тільки освіщає, братья і сістри, членів церкви. Заметьте, тому що багато говорять, що освіщення, оно принадлежит тільки народу Божьому. Братья і сістри, Дух Святой работает ще до покаяння. Слава Іму! Ось работает над вашими неверуючими жінами, муж'ями. Написано в Библии, що неверуючий муж освіщається в веруючій жене. Слава Богу! Значить, она за Него молиться, і над Ним работает Дух Святой. Многі люди ще до покаяння оставили даже пить, курить, але вони ще не примирились с Богом. Але вже йдет процес освіщення. Слава Богу! Ми говоримо сегодня о крові Ісуса і говоримо об освіщенні. Але найважній момент, коли человек освіщився, це вовремя покаяння. Поэтому братья зовут сюди, дорогі діти, молодіжі, братья зовуть сюди, к жертвеннику, щоб принести достойний плод покаяння. Для чого? Щоб кровь Ісуса Христа освітила полностью человека. Слава Ісусу! Щоб она його омыла, потому що кровь Ісуса Христа, она освіщає, она отделяє человека от этого мира, она отделяє от всех грехов. Слава Ісусу! І це робить Господь по благодати, слава Богу! Тому що написано, що ми всі согрешаємо. написано, хто говорить, ісусу Божию! Слава нашему Богу! Пусть Господь нас благословит! Особенно Господь сегодня обращается к священникам. Когда мы видим, как Езекия освятил, его отец увел народ от Бога. Я извиняюсь. А пришел Езекия, он самое первое, что он сделал, он открыл двери храма. Он открыл двери храма, а храм был заничищен. И он собрал, кого собрал? Священников и левитов. Вот две категории людей. И как вы думаете, сегодня это актуально? Давайте перенесем в нашу плоскость. Сегодня есть священники и левиты? Написано в Библии, что мы есть все, кто? Цари и священники Бога Живого. Скажем, аминь? Значит, я говорю, что каждый хозяин дома, каждый муж, сегодня Дух Святой много, я слышал своими ушами несколько пророчеств. Даже через мою жену тоже было недавно. И Господь обращается к священникам домов. Сегодня здесь, на этом месте, есть священники домов. Он говорит, восстановите жертвенники, поправьте жертвенники, потому что жертвенники разрушены в семьях. Почему жертвенник разрушен? Нет молитвы, возможно. Нет чтения Слова Божьего. Нет исполнения Духом Святым. И дети, не видя служения в семьях, поэтому Господь обращается к священникам домов. И Он собрал этот язык из священников и собрал левитов. И левитов мы имеем. Те, которые славят Бога. Слава Богу! И Он сказал, священники и левиты, осветитесь и осветите Дом Божий. Слава Иисусу! Значит, для того, чтобы осветиться, братья и сестры, нам надо открыть двери нашего дома. Аминь! Двери нашего сердца и пересмотреть, чтобы там ничего не было квашеного. Абсолютно ничего. Если мы не помним, Дух Святой Он знает, что еще не так в нашем сердце. Чтобы мы не прикоснулись к этой святыне. Давайте мы сегодня, так же, как эти священники и левиты во времена Езекии. Они все вынесли, а сами осветились. И потом принесены были жертвы, была пролита кровь. Мы сегодня говорим о крови. И потом они осветили весь храм, полностью все вынесли и там сожгли за станом. Слава Богу! Давайте мы сегодня так сделаем. Давайте мы сегодня придем к Иисусу Христу. Придем к крови Его. Давайте научим детей своих так, чтобы они имели страх Божий. Чтобы они знали, что это за служение. Что такое кровь Иисуса Христа? Что такое Дух Святой? Какое значение имеет Слово Божье в нашей жизни? Слава нашему Богу! Это очень важно для народа Божьего. Потому что Дух Святой возвещает во многих служениях. У меня такая работа, что я объехал почти всю Америку. больше сорока штатов. И во многих собраниях я слышал, как Господь говорил через сосудов, что приближается тяжелое время. Время испытания для народа Божьего. Господь испытает каждую душу, на чем мы строили. И говорит, Господь, что вскоре увидите, кто служил мне, а кто не служил мне. Кто принимал страхом Божьим эту святыню, а кто принимал по обычаю, без страха, не освящаясь. Братья и сестры, это будет. Господь сказал, что зайдет в каждый дом, проверит каждую душу, каждого члена церкви. Братья и сестры, эта проверка, она уже сегодня идет. Дух Святой сегодня Он наблюдает за нашими семьями, чтобы были восстановлены жертвенники, чтобы была молитва в доме вместе с детьми. Дорогие священники домов, Господь любит нас всех. Он хочет сегодня, чтобы мы освятились, чтобы мы приготовились, потому что скоро Господь придет, слава Ему. Перед предшествием Иисуса Христа будет сильное излияние Духа Святого, братья и сестры, даже, возможно, сильнее, чем были во времена апостолов. И Господь готовит, особенно молодое поколение, обращаясь к вам, молодые люди, Господь вас готовит, Он будет вас сильно употреблять, но Ему нужны люди приготовленные, скажем, аминь, люди, которые могут понести силу Божью, понести это знамя веры, аллилуйя. Те люди, которые приняли это знамя веры от старцев, которые не игнорируют сегодня старшее поколение, которое прошло гонение. Братья и сестры, нужна связь поколений, нужна любовь друг к другу, нужна любовь младших к старшим и старших к младшим, чтобы не было разрыва поколений. Мы говорим сегодня о крови Иисуса Христа, мы говорим сегодня об освящении. Очень важно, братья и сестры, кто занимается этим постоянно, очень важно. Еще третий вид освящения это повседневное освящение, повседневное, не только перед причастием, есть освящение до покаяния, есть освящение при покаянии крови Иисуса и есть повседневное освящение, то, что мы видим, что у нас еще не так, то есть освящение во все сферы нашей жизни, в нашу работу, в наше хождение, в наши семьи, в наши характеры. Братья и сестры, это очень важно, чтобы мы освятили все сферы нашей жизни, вот это искать, вот это квашеные друзья, что делали евреи, что они со святильником искали в каждом уголочке своего дома. Вот так Господь хочет, чтобы у нас было освящение повседневное, оно очень важное, и тогда мы не будем принимать кровь Иисуса Христа напрасно, по обычаю, мы будем принимать ее достойно, если мы это делаем, прилагаем усилие, слава нашему Богу. Пусть Господь нас благословит, это очень важно, спасибо. Заметьте, кто не делает вот этот третий вид освящения, кто просто покаялся и живет себе, как он жил, и ничего не меняет, это очень опасное положение, очень опасное. Мы спасены по благодати, но апостол Павел говорит, что не превращайте в благодать не то, что надо, друзья. Я не буду называть, как там написано. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему? Потому что в Старом Завете могла принестись другая жертва. Ты мог вынести своего сарая, привезти быка, козу, что угодно, принести вола, и грехи твои покрывались. В Новом Завете сложнее вопрос. Почему? Потому что принесена одна жертва, слава Имея, Господу, одна жертва Иисуса Христа. И это очень важно, чтобы человек эту жертву не отбросил, чтобы он ее не принизил, чтобы он ее не опустил, братья и сестры. Это очень важно. Это называется страх Божий, чтобы не потерять спасение, над которым мы трудимся, братья и сестры. чтобы мы работали над собой. Это очень важно. Господи, у меня еще не такой характер. Господи, Ты видишь, что я еще вспыльчивый или вспыльчивая. Я не могу терпеть своего мужа, я не могу терпеть свою жену, своих детей. Дети не слушаются, их раздражают родители. Братья и сестры, это важный вопрос нашей жизни. Мы должны в эту сферу призвать силу Божью, аллилуйя, силу крови Иисуса. Мы должны даже, возможно, надо, если не меняется жизнь, надо постить и молиться. В посте оно идет смирение, друзья. Мы тогда лучше терпим своих жен, мужей, так или не так. Мы больше смиряемся. Если мы это практикуем, вот эта третья часть освящения, повседневное освящение, и оно будет длиться до когда? До самого пришествия Иисуса Христа, слава Богу. Когда произойдет четвертая часть освящения, это будет полностью отделение церкви от этой земли и восхищение церкви. Она будет освящена полностью от этой грешной земли. Слава нашему Богу. Но этот четвертый этап получит тот человек, который не только в одно время покаялся, который не только принял Духа Святого, но тот, который старался работать над собой с помощью Божьей. Мы сами ничего не можем сделать. Господь Иисус говорит, что без меня вы ничего не можете делать. Так написано или нет? Абсолютно ничего. Но с Господом мы можем все. Слава Ему. С Господом мы можем все. Бог может изменить нас. Бог может изменить твой характер. Бог может изменить твою жизнь. Бог может положение с детьми, детей с родителями, потому что есть обоюдно. Есть, что дети жалуются на родителей Бога, а есть, что родители жалуются на детей. И вот этот разрыв, он сегодня есть. Бог может соединить это. Бог может. И написано, что перед пришествием Иисуса Христа придет человек в силе Ильи, слава Богу, и обратит детей к родителям, а родители их детям. Слава нашему Господу. Бог это сделает. Потому мы давайте не будем терять надежду. Мы будем верить нашего Господа. Мы будем молиться Ему. Мы будем приступать сегодня к этой крови Иисуса Христа. Но давайте сейчас обратимся к Богу вот из-за этого квашеного. Господи, где-то, где-то, если еще есть какая-то крошка, где-то что-то еще в сердце моем есть, что я еще не отдал тебе или не отдала, что я в этом еще не раскаялся, и оно у меня есть, и я не могу с него побороть, я не могу победить это. Господи, помоги мне, Иисус. Нам нужна такая молитва или нет, братья и сестры? Перед этой трапезой, что мы приняли достойно, мы должны попросить у Бога прощения. Господи, мы несовершенные люди, мы ошибаемся, мы мыслями ошибаемся, мы словами ошибаемся, мы всем ошибаемся, Господи, прости нам, мы можем и то подумать, потому что Господь, когда придет, Он проверит, во-первых, жизнь человека, явную жизнь, тайную жизнь, а потом мысли человека. Вот что такое душа, сердце человека, что это такое? Это наши мысли, друзья, это то, о чем мы думаем, и каждый день можем свесить, Господи, какие мои мысли, таков и я. Что в человеке внутри, то говорят уста. Вот наше сердце внутри, это наш мир мыслей, друзья, и мы можем это взвесить. Если кто-то плохо думает, что-то коварно, где-то что-то, кому-то сделать зло, и так дальше, мы можем это контролировать, друзья, мы можем понять, кто мы есть по этому миру мыслей. И если у нас мысли не такие, как угодно Господу, нам, филиппийцам апостол Павел советует о чем думать. Вы понимаете, какие должны наши мысли быть? И мы должны сегодня перед этой молитвой взвесить, Господи, какие мои мысли были за этот месяц между причастиями. Если мысли были плохие, друзья, и мы их не контролировали, и мы их не гасили, мы не призывали кровь Иисуса, а мы можем это делать. Когда приходит плохая мысль, ты можешь призвать имя Иисуса, ты можешь призвать кровь Христа, можешь, если хочешь. Я говорил с многими наркоманами, я говорю, он и приходит или другие люди, которые имеют зависимость. И вроде молишься, он освобождается, а потом опять приходит враг, и опять атакует через мысли, чтобы опять он упал, чтобы опять он взял это в руки. Говорю, стань на колени тогда, когда приходит искушение, когда приходит плохая мысль, призови кровь Иисуса Христа, и Господь тебе поможет, аллилуйя. Ибо написано, что Царство Друзья, оно не берется просто так. Да, оно по благодати дано. Да, Бог простил все грехи, но Бог хочет, чтобы ты боролся и боролся не своей силой, а силой крови Иисуса Христа, аллилуйя. А она имеет силу разорвать любые кайданы, слава Иисусу. Любые цепи падут. Я свидетель этого, я проехал много церквей, я видел своими глазами, как наркоманы освобождаются. Слава Иисусу. Люди зависимые освобождаются. Бог меня посылал и пол Америки проехал, я вчера рассказывал и сегодня рассказывал пастырю. Из-за одного человека, наркомана, сверующей семьи, Сайдах Артур, его отвезли в рэп-центр в Мизури, и Господь дал мне груз, чтобы я попал туда, в этот город. Я просыпаюсь на Волмарте, а он сидит на чемоданах прямо передо мной. Человек, который упал, был членом церкви. Его исключили из церкви. И более того, еще что-то натворил в рэп-центре, его выгнали из рэп-центра и посадил, он сел на этих чемоданах и сидит. Без денег, без телефона, без ничего. Друзья дорогие, но Господь оставляет 99 и идет искать одну заблудшую овцу, слава Ему. И Господь мне говорит, я проснулся, он говорит, иди к нему. Я подошел, он говорит, ты что русский? Откуда ты здесь взялся? Здесь ни одного русского нет в этом городе. Я говорю, не знаю, наверное, Бог послал к тебе. Я говорю, кто ты такой? Расспросил его. Он говорит, был членом церкви, упал. Я говорю, но ты имел Духа Святого. Ты крещён Духом? Он говорит, нет. Я говорю, кайся. Он так сидит на чемоданах. Кайся, и Господь тебя помилует. И он кается, я молюсь за него, Бог его крестит Духом Святым прямо возле Волмарта. Слава Иисусу! У меня есть видео записано, как он свидетельствовал. И Господь его освободил там на этих чемоданах. Слава Иисусу! Сегодня он проповедник Евангелия. Слава нашему Господу! Вот так делает Господь. И такому Богу мы верим. Слава Иисусу! Такому Богу мы пришли, друзья! И Его кровь имеет большую силу. Давайте мы сейчас призовём эту кровь. Призовём эту силу. И придём к ногам Иисуса Христа, чтобы Он удалил всё, что мешает нам служить Богу и принять это святое причастие. Склонимся перед Ним и помолимся. Аминь.